У меня тут сложилась стопочка книг, в названиях которых встречаются слова «Круглый год». И я решила сделать обзор, тем более, что многие из этих книг начинаются весной, так что сейчас самое время. Первым будет мой любимый Эмиль из Лёни Берге с иллюстрациями Бьёрна Берга. У нас эту книжку в семье все любят. Мы любим её читать вслух, дети её любят слушать. И помимо того, что это остроумные, увлекательные, занятные истории про жизнь маленького мальчика, это ещё и такая энциклопедия деревенской жизни. Астрид Лингрен не уделяет каких-то специальных глав на описание природы, но она здесь неизменно присутствует во всех приключениях Эмиля, в описаниях того, что его мама делает, например, заготавливая ягоды на зиму, или что там косцы косят, заготавливают сено. Или Эмиль с Альфредом купаются в Летнем озере. А, вот моя любимая картинка. И моя любимая, одна из моих любимых сцен в этой книжке. Вот, ну и действие тут происходит и зимой, и летом, и осенью, так что круглый год можно доставать те главы, которые соответствуют вашему времени года, и читать. Многие мамы говорят о том, что совсем, ну что-то надуманная какая-то идея вообще, собирать летние списки книг, зимние списки книг и так далее. Конечно, мы тоже читаем не только летние книги летом, а зимней, зимой. Иногда во всей этой рутине ты забываешь о каких-то приятных вещах, которые есть в том или ином сезоне. И тебе нужно вдохновение, какой-то толчок, чтобы посмотреть на свое лето или на свою зиму с новой точки зрения. Для детей это тоже интересное чтение, в том смысле, что они сравнивают свое лето с тем, что в книжке. Что-то их может вдохновить, что-то может им просто рассказать о том, что вот бывает и так. Поэтому мне нравится обычное чтение, текущий процесс дополнять еще сезонным чтением. Вот еще одна из моих любимых книг, которые все время в разные списки включают, это «Ветер и вывах». Вот это иллюстрированное издание не кажется мне идеальным, но я его покажу, потому что здесь, в отличие от другого издания, есть картинки. Мне нравится однозначно перевод Ирины Токмаковой. Все три издания, которые у нас есть, это перевод Ирины Токмаковой. «Чем прекрасен ветер и вывах?» Сама его открыла для себя уже во взрослом возрасте и допускаю, что некоторым детям в полном виде эта книга может показаться тяжеловатой или скучноватой. Там много текста, там довольно много описаний каких-то небыстрых, медленных процессов природы. Но, тем не менее, в сокращенном виде мы с Машей читали эту книжку. «Центр полиграф» издал серию тоненьких книжек. Там сокращенный пересказ Кеннета Грэма, такой адаптированный для детей. И Маша слушала всегда очень хорошо, хотя в большом формате, конечно, ей тяжеловато еще слушать. Вот давно мы не возвращались к этой книжке. Герои Кеннета Грэма – это животные, которые ведут себя как люди. Они живут в замках, плавают на лодочках, ходят на пикники. Но в то же время они остаются животными, которые находятся в непосредственной связи с природой их окружающей. И помимо приключений, связанных с какими-то прихотями вполне человеческими, как у мистера Тодда, они переживают удивительные какие-то внутренние приключения, связанные с пересменой времен года. Всякого рода журчания, марева летнего или зимнего завывания ветра. Или скрипа веток в страшном зимнем лесу. Самое интересное, что в какой-то момент это очень реалистичное фэнтези. Вот тут мистер Тодд переоделся прачкой. То есть это вполне реалистичный какой-то рассказ, который мы можем сравнить с Томом Сойером, например. В какой-то момент они встречают пана и слушают пение его свирели. И тут реалистичное фэнтези совершенно скатывается в сказку-сказку. И для меня это намек на то, что сказка, в общем-то, в одном шаге от нас, всех. И для того, чтобы ее обнаружить, достаточно просто прислушаться к щебету, шелесту, журчанию. И вот она уже тут, а ты в ней. В общем, меня эта книга очаровывает. И мне кажется, полезным знакомить потихоньку с ней детей. Пусть не в полном виде. Еще одна книжка. Здесь как раз мне наоборот нравятся иллюстрации, но не нравится перевод текста. Дети лесного гнома. Это переиздание дореволюционной книжки. Известна немецкая, любимая писательница Эльза Бесков. Рассказывающая о семействе лесных гномов. О том, как они там живут, охотятся, учатся. Вот, мне кажется ужасно неудобным, неудобоваримым перевод, поэтому с текстом я знакома не очень хорошо в итоге. Но рассматривать эти картинки очень декоративные, как в модерне принято. Романтизирующие природу, одушевляющие ее. Полные маленьких деталей. Уютных и живописных. Сделаны с вниманием к природе, к каким-то ее самым красивым особенностям. Мне все это нравится разглядывать самой. А раз это интересно и приятно родителям, то и детям тоже передается это ощущение удовольствия, покоя, которое настигает тебя, когда ты смотришь, читаешь приятную книжку. Ну и тут, соответственно, тоже показан природный цикл. Вот осень, заготавливают они на зиму всякое добро, танцуют с лунными феями, идут в школу лесную. Вот все очень приятные такие чувства вызывают. И ты начинаешь, если ты уже терпеть не можешь свою зиму, ты начинаешь как-то находить в ней приятные черты, просто посмотрев на эти иллюстрации и поняв, что, о да, ведь сейчас у меня за окном примерно то же самое. Я могу этим наслаждаться, а не пенять природе на то, что который месяц у нас холодрыга. Любимый Юрий Коваль. Серия рассказов на каждый месяц года. С одной стороны, Коваль славится тем, что он такой природописатель. То есть он в подробностях знает, как выглядит природа в разные времена года, как выглядит деревня, что делают люди приятного в деревне. Но тут это, с одной стороны, наблюдение за каждым месяцем и его особенностями, и его очаровательными характеристиками. С другой стороны, это сказка. Опять же, это история о том, что что-то сказочное происходит в природе постоянно, рядом с нами. И если мы хотим очароваться, и мы хотим получать удовольствие от каждого дня, от любой погоды, наша задача всего лишь присмотреться и увидеть это очаровательное, сказочное подсказки нам дает сама природа. Есть мультик по этому циклу, и вот именно картинками из мультика проиллюстрирована эта книжка. Мне нравится даже название. Вот, например, он такие берет, да, словечки? Это октябрьский ветер, который забивает листья. Оно даже слово такое какое-то загадочное. И оно придает унылой промозглой октябрьской погоде тоже такой романтический оттенок. Еще одна книжка под названием «Круглый год» иллюстратора Лена Андерсон и писатель Ульф Сведдеберг создали. Это очень популярная художница Лена Андерсон. Я, в общем-то, про нее сначала узнала, а потом уже, отталкиваясь от ее имени, покупала книжки. Тут главная героиня – это Майя. Вот она. И она такая девушка наблюдательная, держит ушки на макушке, собирает памятные вещицы от каждого сезона, от прогулок. И вот вместе с Майей мы наблюдаем за тем, как наступает сначала весна. Что делают деревья, птицы, растения, насекомые, животные. Майя присматривается, прислушивается, наблюдает за деревьями, за птицами. И мы вместе с ней, с одной стороны, узнаем что-то новое о разных существах и явлениях природы, а с другой стороны, мы просто учимся открывать глаза и видеть, что происходит вокруг. Эксперименты, наблюдения, творческие проекты. Отсюда можно брать творческие проекты, например, для школы. Я вот столкнулась буквально недавно с необходимостью делать с ребенком научный проект. И вот здесь вот можно найти клевые идеи. Зачем наблюдать, как наблюдать и так далее. Вот она сделала подводный бинокль. В общем, тут мне нравится тем, что это, с одной стороны, книжка познавательная, с другой стороны, развлекательная. Она дает идеи для затей. И она прекрасно проиллюстрирована. Лена Андерсон создает тоже атмосферу какую-то очаровательную. Вот еще у меня есть одна книжка с иллюстрациями Лены Андерсон. И тоже она связана с годовым циклом. Называется «Календарь Линеи». Линея еще одна героиня Лены Андерсон. Она даже названа в честь Карла Линеи, который создал классификацию растений. У нее есть друг Блумквист, он садовник, если не ошибаюсь. Тоже в каждый сезон она делает какие-то наблюдения, подделки. Она наблюдает за растениями, в том числе и за животными, в том числе и в городе, и в деревне. И на каждый месяц дает нам какие-то интересные темы для размышления. Опять же, классные иллюстрации. Ох, как мне нравится этот сайдик для фей. Вот она высадила у себя в поддоне разные семена. И вот во что они превратились. Меня так это очаровывает. Я хочу сделать в этом году, попробовать, во всяком случае. Засушивает цветы. Сеет и сажает. Плетет венки. О, это мои любимые затеи. Честно говоря, меня воодушевляет даже просто читать это. Далеко не все из этого мы с Машей выполняем. Но почитав такую книжку, я просто нахожу в себе силы одеть детей и выйти на улицу. Серьезно. У меня не каждый день есть на это силы и вдохновение. Но это один из способов как-то себя приободрить. Да, ну и детям нравится это рассматривать тоже, что немаловажно. Серия петцин и финдус есть готовим вместе с петцином и финдусом. И проделки финдуса. Проделки финдуса или поделки финдуса очень похожи на календарь линейки. Потому что тут поделки тоже очень тесно связаны с каким-то природным циклом. Тут есть и кормушки, и выращивание семян, и прудик в банке, и флюгер. Вот. С одной стороны, это приятная книжка для любителей петцин и финдуса. С другой стороны, здесь полно затей и познавательной всякой информации. У меня есть несколько подобных книг. И меня абсолютно не смущает то, что они все вроде бы на одну тему. Потому что каждая из них хороша по-своему. И готовим с петцином и финдусом. Это кулинарная книга с небольшими зарисовками из разных рассказов про петцин и финдуса. И рецептами еды, которую едят в рассказах Свена Нордквиста, его герои. Либо могли бы есть какие-то блюда, которые характерны для норвежской кухни. Авторы придерживаются принципа сезонности. Поэтому для каждого блюда есть свое время года. Вот это примерно мой уровень владения кулинарным мастерством. Сам Антон. И аналогичная серия книжек про Карлхина недавно вышла. Большая кулинарная книга городка. То есть, вернее, это не про Карлхина. Тут Раут Сюзанна Бернер объединяет эти книги. Но у нее есть сквозные персонажи. Например, все эти гуси. Или даже Карлхин появляется в книге про людей из городка. Тут тоже сезонный принцип разделения. Вот они каштаны жарят. Там поспела первая зелень. Рассказывается про разные виды продуктов растительных. О грибах, о тыквенных всяких блюдах. Перед началом каждой главы есть стихотворение. И небольшой комикс или картинка с историей. Соответствующей сезону. Разные персонажи городка из зимней, летней, осенней, весенней книги. Здесь готовят свои любимые блюда. Это тоже очень интересно. Мы с Васей рассматриваем. С Машей читаем. И кое-что я даже уже пыталась приготовить. И еще одна книжка. Карлхин играет и учится. Это как раз сезонные песни, затеи. Вот опять у нас идет расписание. Начинается с весны. Вернее нет, начинается с представления всех персонажей. На случай, если у вас нет, как у нас, всей библиотеки книжек про Карлхин. Дальше. Перед каждым временем года опять идет стихотворение. Небольшой комикс. И дальше. Вот. Рассказ, что происходит в бабушкином саду. Подделки. Крес-салат в яичной скорлупе. Очень меня привлекает. Печенье. Традиции семейные. В данном случае это поиск яиц в саду. Игры. Песенка даже с нотками. Познавательная прогулка. Снова песенка. Ну и по такому принципу вся книжка сделана. А. Вот. Я забыла рассказать про две книги. Одну из них я просто дома не могу найти. А другое мы взяли в библиотеке. В библиотеке мы взяли книжку Катруся уже большая. Это репринт советского издания. Там есть буквально одна глава про выборы депутатов в Советы. И есть несколько анахронизмов, связанных, например, с одеждой Катруся. У нее есть лифчик и чулки. Ей пять лет. В остальном это очень адекватная современным представлением и интонациям книжка. Про девочку пяти лет, которая учится быть самостоятельной, которая дружит с людьми, попадает в какие-то приключения. Например, идет гулять без спросу в дальний парк. И переживания какие-то... Начинается книжка с зимнего периода. Есть еще в этой же книге повесть про лето, где Катруся едет на Днепр и с мамой там живет на природе. И если первая часть зимняя, она такая дидактическая в некотором смысле, то есть автору удается дидактической интонации избегать, но при этом ребенку хочется тянуться за Катруся и быть самостоятельным, самому одеваться, есть и вести себя более разумно, менее капризно, скажем так. Если зимняя часть книги, она вот такая, какая-то более поучительная. Вторая часть, она просто живописная, она полна какого-то летнего настроения. В общем, Катруся мне очень понравилась. Я при случае, наверное, эту книгу нам куплю. А вторая книга, это Алешин год, она тоже разделена на месяцы, и каждый месяц с мальчиком Алешей, который живет с бабушкой в деревне, происходят тоже какие-то интересные истории. Он дружит с ребятами, у них есть и недруг там Пашка-Букашка, есть и друзья, с которыми они постоянно что-то затевают. Эти дети фантазируют, они учатся использовать все, что есть вокруг них, для того, чтобы сделать свою жизнь веселее и интереснее. И если им, например, не подарили дорогой самосвал, они тут же пойдут и выдумают себе такую клевую игру, что жадный обладатель самосвала ничего лучше не найдет, кроме как попроситься в эту увлекательную игру. Алешин год Маша слушала с удовольствием, хотя там нет абсолютно ничего от блокбастера, бестселлера, никаких безумных приключений. Все довольно спокойно, но слушала она охотно. И я читала не без удовольствия, по крайней мере, в первый раз. Ну, это такая спокойная книжка, хорошая, неплохо проиллюстрированная. Надеюсь, это было вам хотя бы отчасти полезно и интересно.